Его присутствие сейчас здесь, чтобы спасти Тебя и исцелить Тебя. Аллилуйя! Иисус сейчас здесь! Иисус сейчас здесь! Его могучая сила здесь, чтобы спасти Тебя. Его могучая сила здесь, и исцелить Тебя. Его могучая сила здесь, освободит Тебя. Иисус сейчас здесь! 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 Песня. Иисус сейчас есть, Иисус сейчас есть, Иисус сейчас есть. Иисус сейчас есть, Иисус сейчас есть, Иисус сейчас есть. потому что ты один только можешь, Господь, изменить нас. Пусть твое слово, оно сеется в наши сердца со всякой прямой грустью и разумением. Аминь. Аллюя! Можешь обнять своего соседа? Так чуть-чуть, Господь здесь. Господь здесь. Сергей Юрьевич, уже обнял. Нам сейчас будет сеть. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Нашему Господу, Богу Спасителю, Освободителю рода человеческого. Слава Богу! И Он сейчас здесь. Прекрасные песни пелись. И я вспомнил слова Мартина Лютера, реформатора немецкого, который говорил, что для дьявола нет ничего страшнее, чем поющий христианин. Когда мы славим Господа, когда мы поем Господу, воспеваем Богу, дьявол просто в шоке. Он в ужасе, он в панике. Все его бесы разбегаются. Когда христиане славят Господа, Иисуса Христа. Когда наши братья оказались однажды, вот Павел и Сила оказались в темницах, в узах, они, ну, может, где-то чуть-чуть поплакали, но они сказали, нет, мы будем славить Бога. И они ночью славили Христа, славили Господа, пели Богу, воспевали, и что произошло? Чудо. И не только их узы упали, да? А слабели узы и у тех, кто слушал их. Так что, когда мы славим Господа, не только с нас какие-то узы падают, да? Не только какие-то цепи падают, не только с земля трясется, и нам чудо приходит, в нашу жизнь приходит. Но и тем, кто слушает нас. В их жизнь тоже приходит чудо. Слава Богу. Поэтому, друзья, пусть Господь сегодня в этом словословии, в этом прославлении, в этой хвале, Он будет обитать, Он будет царствовать. Я хочу спеть еще один псалом тоже. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И эта песня, она как раз говорит именно об этом, что воскресший Христос является на самом деле нашей любовью, нашей жизнью. И настоящий христианин есть свидетель воскресения Иисуса Христа из мертвых. Аминь. Давайте встали, друзья. В воскресенье Христово, видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому, безгрешному, Тебе мы поклоняемся Христос И святое воскресенье Твое прославляем. Ибо Ты, Бог наш, ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое, имя Твое прославляем, имя Твое прославляем, имя Твое прославляем, имя Твое прославляем, придите все верные, поклонимся святому Христову воскресенью, ибо пришла через крест радость всему миру, всегда прославляя имя Господа. Пое о воскресенье Его распятие претерпев, Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из мертвых, как Он им предсказал, подарив нам жизнь вечную, по великой своей милости. Христос воскрес! Аплодисменты воскресшему! Иисусу Христу! Ваше воскресенье! Аминь! Спасибо Господь за милость Твою, за любовь Твою, за то, что Ты умер за нас и воскрес для нашего оправдания, за то, что ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного нам людям, которому належало бы нам спастись. За то, что Ты, Господь, есть действительно основание, фундамент нашей веры. Благодарю Тебя, Господь, Иисус, за Рязань, за всех любящих Тебя и Тебя боящихся в этом городе, за всех верующих, собранных сюда, Господь Божий, в этом дом молитвы, под Твой святой покров собравшихся. Благослови всех нас, верующих разных церквей, Господь, но, Боже, под Твоим святым покровом собравшихся. Боже, Ты, Господь, центр нашей жизни, фундамент, Ты наша любовь, Господь. И мы благодарим Тебя, победителя смерти и ада. Аминь. Аминь. Воскресшие, прославим Воскресшие, и Иисус Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Пожалуйста, Господь, Господь, возлюбленные братья и сестры, слава Господу Иисусу Христу. И хочу приветствовать всех вас, возлюбленные братья и сестры. Давно не был в Рязани. Для меня, знаете ли, Рязани, это город родной и близкий, потому что здесь тоже часть моей жизни прошла, и такая очень-таки знаменательная часть моей жизни. И здесь родились двое наших старших детей, из наших шестерых двое рязанцы. Я как, да-да-да, именно с рязанской земли. И здесь, в Рязани, в 91-м году, вот неподалеку отсюда, в Борисогребском соборе меня, ругополагаю, в священнике Симон Рязанский и Касимовский, тогдашний архиепископ. В 91-м году, когда путь был в стране, и, знаете ли, такая была нестабильность, такая непонятна была, что будет дальше, выживет или не выживет Советский Союз. И как бы вообще, как бы, много что тогда происходило интересного в Рязани, в Москве. А я бывал и там, и там, потому что, как чтец, я трудился в Московской области, а уже как священник потом в Рязани, в Борисогребском соборе здесь служил. Потом 92-й, 93-й год. И до 94-го года Рязань была, ну, моим городом. Рязанская область была моей землей. Вот несколько лет моей жизни, но очень таких насыщенных лет, когда слава Богу. Поэтому часть моего сердца, она здесь, в Рязанской земле. Вот. И не только поэтому, конечно. Но вообще, когда, даже путешествуя в разных странах, но Рязань в молитвах вспоминаю обязательно. Знаете ли, несколько городов, которые в моей жизни... Ну, наверное, каждый из нас так вот, каждый христианин в молитвах вспоминает те города, какие-то, да, села, города, где была часть жизни, была прожита, да. Мы вспоминаем, рано или поздно это, и в молитвах к Богу взываем и говорим «Господь!» Даже если мы там и не живем уже, но мы молимся за этих людей, молимся за этот город, за эти города. Благослови, благослови людей к Богопознаниям, исцели народ там. И, знаете ли, очень часто на сердце молитва за Рязань. Хотя я редкий гость здесь, но, надеюсь, буду чаще бывать. И вот в этом доме молитвы проводил семинар я, и этот семинар был для меня тоже памятным очень семинаром таким, знаете ли, я помню, как пастор, который вышел и говорил, значит, такие слова примерно, что я как баптист, из баптистов, из баптистской семьи, значит, но не думал никогда, что православный служитель будет семинар проводить о баптизме, в баптистской церкви для баптистов. Это было, конечно, очень интересно для меня самого. И мне было еще очень приятно, что тогда, что тогда сестры пожилые некоторые, которые меня, оказывается, вспомнили, тогда еще молодого священника 91-го года, 93-го года, когда здесь в Борисогребском соборе литургию совершал, одну из этих сестер я крестил когда-то тогда, я не помню, я тогда крестил тысячи людей, знаете ли, каждый день примерно 150 человек тогда крестил я, как получалось. На все я занят, в 91-м году было только лишь два храма действующих, это вот Борисогребский собор и вот Скорбячинская церковь на кладбище. И, в общем-то, мы, священники, тогда крестили много очень людей, но, к сожалению, чего греха таить, знаете ли, крестить-то крестили, но не просветили. Как правило, вообще не шла речь о вере, об обращении. Но сегодня пришло время работать над ошибками, сегодня пришло время действительно исправлять пути, вернуться на пути древние, потому что, действительно, всем нам Господь говорит, имейте веру Божью. Мы, дети Его Божьи, дети, и мы должны иметь веру Божью, не або какую. И я благодарю Бога за сегодняшний день, и хочу прочесть и Слово Божьего, и хочу сегодня свидетельствовать так же, и хочу, можно так говорить даже, да, получается? Я хочу прочесть из Божьего Слова, из послания в Коринф, апостола Павла. Несколько стихов хочу прочесть, из 10 главы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Это другая церковь, что прославляет Бога, да? Да. Здорово. Африканцы. Молодцы, ребята. Я люблю черных. Молодцы. Очень хорошо славят Бога. Слава Иисусу. Вообще здорово. У нас, допустим, в нашей церкви реформаторских, да, я являюсь сейчас архиепископом реформаторской православной церкви Христа Спасителя. И передаю привет, пользуюсь случаем тоже как раз от наших церквей. И в нашей церкви, 11 церквей сейчас в нашей епархии, они, как правило, не имеют своих зданий. Только лишь две церкви имеют свои помещения. И то они только оборудуются под храмом. А остальные на аренде. И, знаете ли, ну, есть проекты создания храмов, строительства, но это, конечно, очень пока так, ну, не по кармануно. Но строим камни, как вот написано здесь, живые камни, да, как живые камни устроить из себя дом духовный. Прекрасно. Поэтому стройка идет. Храм, как говорят, как говорили на Руси раньше, нестяжатели, значит, храм не из бревен, да, а храм из ребер. Храм божий, абсолютно кожей. Вот так вот. Да, и, господа, вот, ну, такая идея есть. Если даст Бог построить такую большую храм, то чтобы, моя мечта, как епископа, чтобы тоже там были разные церкви. Не только наши собирались там, христиане. Но чтобы давать возможность собираться там разным христианским церквям. Потому что, по сути, это, как бы, удар по какому-то такому сектантскому мышлению, наверное. Удар будет, я думаю, в этом даже самом факте, что в одном храме будут разные церкви собираться. И собираются вот в таких церквях, да, разные церкви. Это уже ломает какое-то, не знаю, сектантское мышление. Когда вот моя хата с краю, ничего не знаю, да. Когда вот моя конфессия самая хорошая, и все остальные так вот поскольку-поскольку. Или вообще даже никакие. Вот. Я вспоминаю себя самого тогда, в 91-м году, грязальность здесь, порой стыдно до сих пор. Хотя уже время прошло много, но до сих пор бывает стыдно иногда. За то, что я вот так верю, неправильно верю. Знаете ли, в то время я и баптистов, и писядников, там, кого угодно, всех неправославных только лишь мог назвать сектантами. И, значит, и я в то время даже мог себе представить, что однажды буду проповедовать в протестантской церкви. Знаете ли, если бы не сказали бы тогда, я бы не поверю бы, наверное. Вот. Но сегодня верующий. Я верю, что это реально, и это вполне... И больше, не просто реально даже, это Богу угодно вообще. Богу угодно. Потому что, знаете ли, Господь один, Иисус Христос. Потому что царство одно, Христово царство. Потому что враг, в конце концов, один, да? Это не братья, это не сестры, да? А это враг какой? Дьявол. И победа, она одна. Одна на всех, и за ценой, как говорится, не постоим. Вот. И поэтому, братья, если победа одна, то нам нужно вместе поработать над этой победой. Слава Господу. Как было прекрасно уже сказано о нашем соработничестве таком с Господом. И вот, это прекрасно, когда мы вместе славим Бога. И вот как раз вот в этом месте Писания, в 10 главе Коринфянам, Павел пишет в послании Коринф, в этом письме, первое послание Коринф, 10 главе. Он ссылается на опыт Израиля, на опыт еврейского народа. И он говорит немного об истории Израиля, об истории исхода Великого выхода, из царства тьмы, да? Из царства египетского. Хотя Египет в те времена, он не казался внешне царством тьмы. Он даже был вроде бы царством света. Его так называли египтяне, царством света. Но на самом деле это была тьма. Потому что, действительно, это был центр оккультизма, всякой бесовщины, материализма. И еврейскому народу пришлось, знаете ли, рвать эту купамину по-живому, буквально по-живому. Пришлось не просто даже с одним выходить из Египта, а еще и делать все то, для того, чтобы... Все необходимое, для того, чтобы Египет вышел из еврейского сознания. Чтобы Египет вышел из нас. Чтобы не просто мы вышли из Египта, а чтобы Египет вышел из нас. И вот об этом пишет Павел здесь, наставляя, назидая, казалось бы, не евреев, хотя наверняка там были тоже евреи, но Каримская церковь, это чаще всего ее представляемая как церковь новообращенных, обращенных из разных народов земли, из язычников. И апостол Павел пишет Каримской церкви такие слова здесь. Одиннадцатый стих. Все это, ну все это я не буду читать, но вы дома прочтете, домашним заданием, первых десять стихов. И вот написано, все это об исходе, о выходе из Египта, написано, происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. То есть, то, что мы вспоминаем, допустим, к примеру, на Пасху, да, и вообще мы часто об этом размышляем, о выходе из Египта, это на самом деле отношение к нам прямой имеет. Это для нас образ, пример. Знаете, чтобы мы учились на ошибках не своих, а чтобы мы не повторяли чих-то ошибок, которые уже были совершены кем-то перед нами. И написано дальше апостолом Павлом, посему, говорит, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Четырнадцатый стих. Итак, возлюбленные мои, убегайте и до вас служения. Я говорю вам как рассудительно, сами рассудите о том, что говорю, чашу благословения, которую благоставляем, не если при общении к хребе Христову, хлеб, который преломляем, не если при общении тела Христова, один хлеб, и вы многие одно тело, ибо все приобщаемся от одного, причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника. Что же, я говорю, то ли, что идол есть что-нибудь, или идол жертвенное, значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу Песовскую. Не можете быть участником в трапезии Господней и в трапезии Песовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его, братья и сестры? Интересно, здесь вообще духовный мир наш, да, он на этом примере и вообще в Библии, он описывается по-разному. В разных таких его примерах. Здесь пример трапезы. Вот когда мы, вот сегодня мы покушали, да, допустим, вместе посидели, покушали, брат сказал как раз. Вот как хорошо, вот мы покушали, как хорошо себя чувствуешь, да, допустим, да? Как приятно вместе пообщаться, покушать вместе. Вот есть это славянское слово трапеза. Интересно, вот с кем мы разделяем свою трапезу? С кем мы в общении находимся? С кем мы кушаем? С бесами или с Богом? С кем наше общение? Интересно. Христианство, оно может, мы вообще как христиане, мы можем быть либо в общении с Богом, либо в общении с бесами. Чтобы нам быть в общении с Богом и разделять Его трапезу, нужно действительно тогда взирать на начальника веры, на совершителя веры Иисуса Христа. И основание всегда четко осознавать самого Иисуса Христа, думать о Нем, любить Его. И доложертвенное, это не для нас. Здесь другой пример, интересный. Когда причастие совершаем мы, вот в разных конфессиях по-разному совершается причастие. Вообще, таинство Евхаристия, таинство флевопреломления, по-разному совершается. Но смысл его один, что мы говорим, что мы тело Христа, что в нас течет Его святая кровь, что Его святая кровь, она омывает нас. Мы рассуждаем о теле Господне, потому что кто не рассуждает, тот недостойно причащается вообще. Тот, знаете ли, он лишь в себе в осуждении, в вину себе причащается. Нужно рассуждать, нужно думать об этом. То есть, поле брания, это действительно наш ум, разум, наше сердце. И когда мы вместе рассуждаем о теле Господне, и вместе мы причащаемся... Если можно снаточкой... Все-таки ряса жарковатая. Спасибо. Спасибо. Интересно, когда мы вместе молимся, когда мы рассуждаем вместе, когда мы вместе кушаем, что-то удивительно происходит. Мы... Спасибо. Мы как... Породни... Роднимся, что ли. Мы как... Становимся вместе одним хлебом. Мы соединяемся одной семьей, да. Вот когда, допустим, заходит, вы приглашаете человека, да, и за стол садите его, вместе кушаете с этим человеком. Это уже не просто он зашел, забежал к вам, да. А вы показываете, что он вам дорог, да. Вы добавляете с ним ваш хлеб, вы кушаете с ним вместе. Интересно. Интересно. Причастие очень сильно наглядно показывает нам, что наше общение должно быть с Богом, с Духом Святым. И центром размышлений нашего является сам Иисус Христос. Но беда в том, что очень часто мы, христиане, допускаем ошибку определенную. Я по себе смотрю, по своему христианству. Когда начинаю взирать не на Иисуса Христа, когда начинаю, знаете ли, отвлекаться от доступившего Господа, на что-то другое, второстепенное, третьестепенное, то я понимаю, что это беда. Я понимаю, что внутри как будто бы пересыхает жизнь. И не только в жизни отдельного христианина, в жизни семей, в жизни общин, церквей, разных, разных конфессий при том. Если Христос, он не центром внимания общины, то как будто бы жизнь уходит. Обращайте внимание, наверное, да? Но если Христос, Иисус, становится вновь центром общины, центром ее жизни, то тогда как будто бы жизнь возвращается. Такое ощущение, что воскрешается церковь. У нас был такой опыт и от падения, будем так говорить, и опыт восстановления. И в наших церквях, вот реформаторских и православных церквях, я вопрос потом поднимал уже не раз уже, чтобы мы никогда не, и по себе смотрим, чтобы никогда не отвлечься от Искупителя нашего, от Господа нашего Иисуса Христа. Потому что есть опасность трапезы бесовской, идолопоклонства. Идолом может быть что угодно вообще. Многие проповедники очень справедливо говорят, что идолом может стать абсолютно что угодно. Что становится на место самого Господа. То есть, если для меня что-то становится, ну, самым важным в моей жизни, а не Господь Иисус Христос, то это большая беда. Приходит проблема. Идолу ничто сам по себе, казалось бы. Но проблема в том, что в каком случае начинается общение с бесами. Начинается контакт с бесовским оккультным миром. Что касается православной церкви, реформации в православной церкви, мы вопрос об этом ставим уже не первый год, чтобы нам действительно взирать на Иисуса Христа. Чтобы исцеление церкви именно в этом. Не важно какой конфессии даже, в принципе. Но для нас православных, наверное, это очень актуально. Еще более даже, чем для протестантов я рассуждаю так. Потому что, к сожалению, ну, чему греха таить? Вот эти элементы многобожие, они вот налицо сегодня. То есть миллионы христиан, православных, знаете ли, обманутых многовековой такой религиозно-ложной пропаганды молятся разным посредникам к Богу, разным ходатаем. Хотя один посредник есть Иисус Христос. И одна тропеза, это сам Иисус Христос. Вот. И ни в коем другом нет спасения. Что на самом деле мы должны четко осознавать, что одно основание и одна глава, это сам Иисус Христос. И когда я в Рязани служил здесь, вот, в 91-м году в Борисогребском соборе, то, знаете ли, мое христианство тогда, к сожалению, оно деградировало. Мое христианство тогда, я помню вот эти эпизоды, особенно осенью 91-го, вот, начиная даже с августа, начиная уже и в сентябре, я помню, как будто бы во мне что-то переключили. Я начинал с упоения молиться к Богородице, допустим, к святым разным. И, особенно после праздника Успения здесь, в Рязани, Симон Леонанский тогда как раз, вот, он очень сильно, вот, он был кротким человеком и порядочным человеком, но, к сожалению, вот, он очень сильно, вот, в почтении к Богородице, к Матери Господней. Вот, эту бы энергию, как говорится, до мирной русла, если бы вот эта любовь, это чувство, да вот, к Господу. И, знаете ли, я благодарю Бога, я, правда, не знаю до конца, что было потом с этим архиепископом. Потом он был митрополитом, уже ушел в вечность уже. Но, последний раз, когда я его видел, об этом уже можно говорить, его уже нет уже, он уже ушел в вечность уже. Вот, последний раз, когда я его видел, здесь, в Рязани, вот, я приезжал в Рязани, и так получилось было, последняя беседа моя с ним. Он вдруг меня остановил, он был уже очень болен, очень болезненным человеком. Он вдруг меня остановил и сказал, отец, пойдем быть в Киеве, вот, туда завел меня к себе и сказал, прими бы ты исповедь. Я был удивлен, он старец, значит, и, вот, знаете ли, никогда не исповедовал я архиепископа. Вот, и я не говорил никогда, и я не собираюсь говорить тайну исповеди, но то, чем я был свидетелем, знаете ли, для меня самого это была большая школа. Вот, я молодой священник, передо мной на коленях старец, который, знаете ли, ну, очень такой кроткий человек, мирный человек такой. И знаете ли, после, уезжая уже с их архиального управления, я понимал, что, ну, мы, наверное, не увидимся. Так и получилось, мы уже не увиделись уже. Но вы знаете, что скажу, вот та исповедь Симона, она меня очень сильно так вот, ну, коснулась, самого коснулась, самого. И что я отмечу, не говоря о подробностях, но скажу так, что для человека, вот пожилого, уже старого тогда человека, больного человека, когда уже ничто не греет так душу, как вот, допустим, молодым многим, допустим, власть, деньги, да, это ему, да то, что его там архиепископ или его называли, или что, ему это было все равно. Но, что он меня коснулось, он любил Господа. И я потом уже, потом, спустя годы некоторые, когда я уже узнал, тем более, что его уже не стало, он уже умер, я стал понимать, почему он меня попросил тогда принять исповедь. Знаете ли, потому что я говорил ему о Христе. Я говорил ему, что вот о своей вере, о своих, ну, сомнениях, вот, казалось бы, в православии, ну, в таком, традиционном таком православии, знаете ли, вот, у него были, было больше, чем достаточно поводов лишь просто меня за дверь выставить и все сказать, что еретик, наверное, отступник. Но он поступил прямо противоположно тому, что он мог бы, ну, другой сделать, епископ. Он завел меня в келью, он встал на колени, он молился и исповедался. Я думаю, этот поступок очень сильно был для меня самой большой школой. И знаете ли, я думаю, что мы должны друг друга, христиане разных церквей, разных традиций, не спешить судить. Знаете ли, моя мечта вообще, вот, когда перечитывал эти слова Павлова, моя мечта, чтобы мы вообще, христиане, действительно, возле нашего Господа, размышляя о Нем, думая о Нем, любя Его, любя друг друга, чтобы мы могли вместе, вот, быть участниками одной трапезы. По сути, так оно и должно было быть, в принципе-то, в идеале-то, так оно и должно быть. Церковь-то, да, Господь-то, Он говорил, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Он не говорил, что я создам там множество разных церквей, там, враждующих там между собой, там, или что-то еще. Нет, Он говорил об одной церкви. Конечно, да, Иисус не смотрел через розовые очки, знаете ли, на христианство, на историю церкви. Иисус не идеализировал свое царство. Он говорил очень даже, порой, страшную горькую, но правду говорил о своем царстве. Он говорил, допустим, что на огороде его царства будет расти не только хорошее семя, не только злаки будут добрые расти, но и сорняки будут расти там. Он говорил, что не вот царство Божьего, Евангелие, не только хорошую рыбку достанет из водоемов, знаете ли, но и негодной много рыбы тоже будет там. Он говорил много всяких притч, многие из них, они в контексте еврейской традиции звучат еще более даже страшнее, чем даже можно представить, значит, вне этой традиции. Допустим, одна из самых таких, наверное, самых страшных притч его царствия, это женщина, взявшая закваску и бросившая в три меры муки, пока все не вскисло. Вот, в отрыве от традиции еврейской, можно было подумать даже, что и многие проповедники это используют, как положительный пример, ну, как бы, от обратного. Есть даже в Геннелецке такой прием, да, в библейской школе об этом говорят. От обратного. Допустим, в Вавилонской башне строятся, да, и это плохой пример, но, как бы, можно некоторые проповедники, любители таких, как бы, абсурдных таких проповедей, казалось бы, значит, да, но которые заставляют, как бы, напрягать извилины, говорят, как о примере положительном, что у них было согласие, у них было инодушие, они были вот вместе, они могли... Даже сам Бог высоко ценил их работу и сказал, что да, они точно добьются своего, если их вовремя не остановить. Вот, знаете ли, своей собственной рукой достигнут они освобождения. Уже ни Бог, ни царь, ни герой, никто не нужен уже, все. Они сами могут построить себе светлое будущее. Если бы Бог не мешался бы, то построили бы такие коммунизмы тогда бы. Значит, да, значит, но, слава Богу, Господь остановил безумие мавилонских этих товарищей. Вот, и скажу, что в контексте еврейского богословия, вообще гиблейского богословия, закваска, она никогда не означала и не может означать ничего хорошего. И в Ветхом Завете, и даже и в Новом, апостол Павел Коринфянам пишет, что закваска – это знак порока и лукавства. И сам Иисус, он заповедовал беречься закваски фарисейской, судокейской, иродовой. То есть, закваска, она... Ну, что делать? Я даже, однажды фильм смотрел по дескавери, там, как раз о действии дрожжей, заквасок. Значит, под микроскопом показано все. Конечно, смотрится как детектив, прям. Потрясающе. Ну, ученые научно-популярно могут подать. Очень интересные факты эти. Буквально из ничего разрастается целая вселенная, будем так говорить, разрастается. И вот, значит, когда хозяйка готовит тесто, да, ему немного, казалось бы, там тесто, но там закваска есть. Там есть дрожжи, те же самые, да, или закваска. И вот, и буквально проходит немного времени это тесто не узнать. Уже крышка, уже, в ходуном ходе, уже, если вовремя не заняться этим всем, оно будет стекать даже через край. Казалось бы, много. Но интересно, закваска сравнивается в Библии с гордеримостью такой, вот именно с таким вот именем, с пороком, с лукавством, с гордостью. Вот, но Господь, Он хочет, чтобы мы праздновали в чистоте нашу Пасху, Христа, которая есть чистота и истина, не с закваской порога лукавства. И знаете ли, друзья, прекрасно, прекрасно, если мы, христиане, сможем таки однажды, а я убежден, что сможем таки прославить Господа на этой земле, как никогда раньше. Сможем, как и первые христиане, собравшись вместе за одной трапезой, и заявить, на самом деле, что при всех наших разногласиях, при всех наших там ересях разных, при всех наших там разномыслиях, мы сможем у одной чаши встретиться, взирая на одного Иисуса Христа, говоря, что действительно, во Христе наша жизнь, наше спасение, и что ни в коем другом нет спасения. И мир, он должен увидеть эту братскую любовь, которую никогда еще на земле, кроме первых апостолов и первой церкви, еще христианство не являло, но явит свою красоту церковь, обязательно. Эту Божью красоту, слава Иисусу. И я очень, конечно, и мечтаю об этом времени, но я стараюсь быть, не быть таким, знаете ли, религиозным, маниловым, который лишь мечтает, знаете ли, как «Мертвая душа» Гоголь показал, как раз из писем к друзьям виден замысел художника, и он хотел в этой книге показать как раз главные пороки невозрожденной души, невозрожденного сердца человеческого. Вот, а его мечтой было, ну, это можно заключить, как бы, продолжая его мысль, вторая книга именно о живых душах. Как она выглядела, мы не знаем, конечно, но то, что он сжег ее, это правильно, потому что эта книга уже есть, это книга Евангелия Иисуса Христа, эта книга уже есть уже, это Библия святая, она показывает нам действительно свойства живой души, как возрожденного сердца, слава Богу, слава Господу. Да, друзья, и, знаете ли, когда действительно мы вокруг Христа и во Христе, то здесь новое творение. Действительно чудо происходит. Невозможно и возможно с Богом в таком случае. Потому что если закваска, она уже заквасила все, то невозможно убрать эту закваску. Невозможно. Но с Богом даже и это возможно. Даже и это возможно. Представьте, если бы, допустим, муж попросил жену, испеки пирожков. Она поставила тесто, все приготовила, а потом вдруг муж говорит, слушай, я передумал из пресного теста, что мне сделают мне. Вот, ну, хорошо, новое тесто, не-не, вот из этого же только пресное сделай снова. Невозможно. Но с Богом даже это возможно. Бог говорит, очистите старую закваску, так как вы бесквасны. То есть Господь видит нас, даже если мы вспучены, даже если мы такие уже, все, Он видит нас бесквасными. Потому что наша Пасха, Христос, и Он закон за нас. Слава Ему за все. Друзья мои, слава Ему. А общение с бесами, это другая сторона медали. Это очень неприятная сторона медали. Но надо тоже об этом говорить. Потому что, если мы не входим во свете, и не имеем общение друг с другом, то тогда, конечно же, происходит прямо противоположно тому, что Бог хочет в нас видеть. Но чтобы не радовать врага, а чтобы порадовать нашего Господа, нужно как раз делать то, что Он говорит. Ходить во свете, Слово Божьего. И стараться это иметь, и быть в общении друг с другом. Тогда кровь Иисуса Христа, она будет омывать нас всегда от всякого греха. И кровь Иисуса Христа действительно покроет нас. Аминь. Слава Иисусу. И, конечно, на пути к единству много преград, разных преград. И здесь разные соблазны. Знаете ли, вот даже такую программу записал вместе с пастором Александром Шевченко в Штатах. Программа называется, можно на Ютубе посмотреть, «Два лица экуменизма», так назвали мы ее. Значит, то есть, получается, ну-то в Черномике она по-другому называлась там, поначалу, а потом была в эфире уже как вот «Два лица экуменизма». То есть, два, как бы, образа, что ли, единства христиан. Два примера единства. Правильное и неправильное. Ну, как везде. Бывает правильное, бывает неправильное. Вот неправильное единство – это то, что не во Христе Иисусе. То единство, которое пытаются люди сделать путем компромисса, греха, знаете ли, закрывать глаза на порог, на лукавство, на грех в себе, в окружающих. Вот, как бы, другая сторона в Италии. Это очень неправильно, конечно. И такое единство, как винегрет, смешать кучу наших и ваших, это не радость нашему Господу. Но какая радость нашему Господу? От настоящего единства во Христе Иисусе. Когда мы, верующие разных конфессий, разных традиций, да, понимая, что мы все люди несовершенны, но мы держим все Христа Иисуса. И говорим, что наше общение с Ним, наше общение с Иисусом Христом. И я принимаю братьев, знателя, да, порой спори, порой там, значит, там, ну, стараюсь убегать от таких споров различных. Ну, и тогда приходится входить в такие дебаты, такие дискуссии, диспуты. Но каждый раз, лично у меня, получается, без всякой там, ну, специальной подготовки, что ли, один раз, допустим, был случай такой, когда давно уже, когда, значит, в Удмуртии местный священник, традиционный православный священник, он, значит, начал меня там обвинять во всех мыслимых, немыслимых грехах, такой образовался диспутно-импровизированный. Он как традиционалист, я как реформатор, ну, так получилось, вообще-то, не специально с моей стороны вообще. Вот, но много было людей, и там были люди, в основном, его прихожане, или же, по крайней мере, те, которые считали его, ну, своим, как бы, пастором, батюшкой, своим настоятелем этого храма. А я был гость, вот, и там было очень немного, яманлес и верующих, но были, это в городе Пугачево там, и в городе Ижевске тоже были там верующие. И вот, и этот священник много еще говорил, а я не мог, знаете ли, ему что-то возразить, я что-то пытался говорить, но он начинал снова громко перебивать, и, в общем-то, я молчал. И взмолился внутри себя, взмолился такими словами, Господь говорил, внутри, мысленно так, что, пожалуйста, помоги мне, дай слово для этого человека. И второе чудо, я попросил, дай возможность это слово сказать, ну, для этого человека. Потому что не хотелось так перебивать, как бы, да, значит, там, на повышенных тонах разговаривать. И вдруг, представьте себе, вдруг пришло, пришла идея, пришло слово, но я бы это не я придумал, то есть, я бы не додумался никогда вопрос так ребром поставить. Вот, и второе чудо тоже, тут же произошло, он вдруг замолчал. Вот, как будто бы у него все это закончилось, хотя он мог говорить, думаю, еще дольше после этого. Но он замолчал вдруг, и я понял, вот момент истины, нужно говорить прямо сейчас. И я встал, говорил, и я сказал то, что, ну, пришло на сердце мне. Сам я бы не додумался так вопрос ребром поставить. Я сказал так, не помню даже это слово, но примерно так сказал, что, говорю, вот вы как священник, пастор, скажите, пожалуйста, вы сами возрождены свыше или нет? Если сегодня ваш последний час, знаете ли, куда вы пойдете, в рай или ад? Ответ меня удивил. Ну, и людей тоже, но меня, наверное, больше даже, потому что я был рядом с этим священником, и он сказал, я его, при этом, за язык не тянул, он мог бы просто промолчать, он мог бы ничего не отвечать, но он сказал, и при этом сказал очень четко и довольно, знаете, вот прямо вот, как будто бы вот, как на духу говорят. Он сказал, нет, говорит, не возрожден, и скорее всего пойду в ад. Конец цитаты. Знаете, вот, я, и, знаете, как он это сказал, и вот, и он-то рядом со мной, я-то вижу его лицо, вижу его глаза, я вижу, что он стал догонять, как говорят сейчас в России, да? Догонять, что он не то, что ты сказал, нет, то, да он услышал самого себя. Это очень хорошо, когда мы слышим самих себя. Очень прекрасно. И он услышал самого себя, видимо. И вот, и знаете ли что? И он замолчал снова. То есть ответил и замолчал снова. И здесь уже, я не имел уже дальше от Господа, что сказать, но я просто понял, в каком русле надо дальше действовать, двигаться. И я сказал, а люди-то тоже слушают и смотрят на него уже. И я сказал ему, вот, если вы как священник, вы сказали только что, что вы не возрождены, и скорее всего пойду в ад. То куда, говорю, поведете за собой людей? Можете поведете за собой людей? Потому что вы же используете присутствующих, а не вам доверять как пастору, как священнику. И вот после этого уже тот священник, он как бы спохватился, пришел в себя, стал говорить вообще на другую тему совершенно, перевел разговор, казалось бы, совсем в другое русло. Знаете ли, и много опять стал бы разговаривать. Но, самое интересное, когда народ расходился, да, священник ушел, ну, с видом победителя диспута этого, ну, по сути, он процентов 99, он все разговаривал, только лишь он говорил. Вот, у меня было очень мало, что перед тем, и после того, я даже к вам не говорил уже ничего. Вот, в открытую, так вот, в публичную. И вот, то есть он забрал все, и мое время, фактически. Так вот, значит, которое он давал мне, вроде как мне. Так вот, но, самое интересное, священник, видимо, задумался, потому что, хотя он виду не подал, когда уходил, но, когда братья потом сутбурти звонили мне, я спросил, они говорят, ну, как там вот этот священник, как он поживает. Потому что на него жаловались мне местные евангельские верующие, потому что этот священник, он, ну, третировал там христиан евангельских, не давал спокойно им жить, вот, и доставал везде, и люди добрые уже даже его обходили стороной. Знаете, ну, город там небольшой, как бы, и поэтому там все на виду, и чтобы, ну, не позориться, чтобы они просто переходили дорогу даже, лишь бы не встречаться с ним. А то он прям при людях, прям кричал там, вел себя неадекватно очень. А здесь, представляете, братья говорят, батюшка, говорит, изменился, как бабки сводили вообще, говорит, другого человека шелковый, спокойный, тихий, не ругается, не угрожает, ничего, вообще. Даже наоборот, даже, говорит, даже когда, значит, там, ну, там город был небольшой, там сразу молва вся, как бы, знаете, расходится быстро. И у них в храме был инцидент, когда там какая-то бабушка там опять старую песню запела, мол, вот там баптисты, сатанисты какие-то понаехали, вот, значит, там, вот, значит, он как рявнул, как бы, лежать там, отжаться или что-то, значит, ну, как бы, то он военный там, вообще. Значит, короче, он забритил разговорщики такие, подобные в храме, и сказал еще женщинам, этим бабушкам, прихожанкам, что вам нужно еще научиться у них верить Бога, говорит. Вот это да. Бабушки удивились очень сильно. И по поселку слух распространили. Вот это да, батюшка-то вообще полностью изменил мнение свои. Слава Богу. И вы знаете, это хорошо, потому что, кстати, у Эрма Штегина есть рассказ интересный, когда один протестантский пастор, ну, традиционный такой, знаете ли, ну, для него это больше была работа такая. И он вдруг проснулся ночью, весь в поту, в ужасе, и жена у него спрашивает, что случилось? И он говорит, что я был пред Господом ночью, во сне. И три, по-моему, вопроса прозвучало к нему. И первый вопрос был такой, когда ты умрешь, где ты будешь? Потом, когда умрет твоя семья, где они будут? И потом, когда умрет твои прихожане, где они будут? И вот там, будучи в том состоянии, я не мог ответить ни на эти вопросы. Вообще. Просто молчал, и все. Не мог ничего возразить ему. И вот это привело его просто в ужас такой, знаете ли, священный ужас. И скажу, что это очень хорошо, когда человек задумывается об этих важнейших вещах. По-моему, Чарльз Ферджин, по-моему, говорил, возможно, это был даже он. Он говорил такие слова своим ученикам, слушателям, что для будущих проповедников. Говорил, что надо хотя бы одну минутку побывать в аду, и хотя бы одну минутку побывать в раю. И на всю жизнь будешь знать, о чем надо проповедовать. А почему? Потому что сама суть в этом. Ради чего церковь? Ради спасения. Ради спасения. И если нет возрождения, то все остальное превращается в демагогию, в религиозную болтовню. И, к сожалению, это вообще-то как болезнь, она гуляет, как вирус такой в теле Господнем. То там, то вся, знаете ли, то в одной части тела, то в другой части тела инфекция, то внутренняя какая-то язва вылезет, то наружная какая-то болезнь высыпет. Но эта инфекция, она бродит по телу Христову. Но, господа, есть выход. Есть выход взирать на начальника веры, на совершителя веры, Иисуса Христа. Как вот для тех евреев, о которых памятник вспоминает здесь, в времени исхода, страшные вещи там говорятся. Конечно, в пустыне они были, поражены, написаны были в пустыне. Представляете, они были укусаны этими змеями. Или же видели своих жен, или детей уже укушенных. Представьте себе, да, вот если вы пошли на пикник, да, даже так, и вдруг какая-нибудь там гадюка, допустим, да, укусила вашего ребенка, да, или укусила вашу жену, или вас сам и укусила. Ужас какой, да. Я не знаю, это, Бог миловал меня от укусов, но хотя были опасности очень, ну, серьезные. Один раз попал я в очень серьезную передрягу такую, значит, это было в Австралии. Вот, не ходите дети в Австралии гулять. Знаете, потому что половина всех, такая справочка интересная, половина всех змей на планете проживает в Австралии. То есть это самое такое змеиное место. И второе неприятное сообщение, что в Австралии все змей ядовитые. Вот, только, как бы, в разной степени они ядовитые. Вот, и больше того, по списку 10 самых ядовитых змей, они проживают в Австралии. И вот мы с товарищем попали на гнездо большое коричневой австралийской змеи. Вот, она очень дурную славу имеет. Она бросается на все, что теплое, шевелится, и нужно это или не нужно. И при том, она кусает здоровый мужчина, если он не пьет, не курит, спортом занимается, то минут пять проживет. Вот, значит, если он курит, пьет, значит, и спортом не занимается, то минуты две-три проживет он. А потом уже процессы парализации начинаются, значит, и спастись очень трудно, фактически, от укуса этой змеи. А нас с Майклом угораздило забрести туда, ну, я был виноват в общем-то. Я хотел пофотографировать этих кенгуру этих. Они в дебрях, там, прядь 300 раз. Вот, и мы туда в дебрях, в этих полезных. Вот его тема, буши эти, эти пустые эти. Вот, знаменитые. Да, фотосессия была хорошая, но последствия были не очень хорошие. Когда вот это вот все клубки, когда вот эти вот все большие змеи ползут коричневые. Ну, было чудо, что ни меня, ни Майкла эти змеи не пугусали. Вот, Бог миловал, мы смогли пройти. Это было, ну, просто чудо. Потом, когда рассказывали, потом показывал, по энциклопедии показывал мне. Он по-русски плох, я по-английски еще хуже. Ну, так, понимали, это было более-менее. Вот, значит, но по энциклопедии, когда показали, вот, что это была за гадость такая под нашими ногами, то люди, специалисты, знающие, не верили, что именно эти змеи были. Но Майкл, он больше соображает в этих змеях, вот, это точно была эта змея, это не ошибка никакая. Как она не бросилась на нас, один Бог знает, тем более мы были на ее территории. Вот, значит, и, вы знаете, Бог помиловал. Но, я помню свой страх, ужас от оцепенения. Я не могу там похвастаться, там, сильной верой, что я там кричал, там, молился, что-то. Я просто оцепенен от ужаса, знаете, вот. И, ну, там кутайся, не кутайся, знаете ли, значит, их много, и, значит, и перевес на их стороне. Вот, значит, и куда бежать? А мы еще припарковались очень далеко, это было не в самом парке, мы ушли в Дебри именно, вот, чем дело. То есть, мы даже не добежали, когда прошли до машины. Вот, там сыгры-то была-то, но, как бы, вот, оплошность совершили, не взяли с собой дорогу туда, именно в Дебри. Вот, и, а я потом рассуждал, думаю, а ведь если бы она ужарила, там, укусила, шансов выжить никаких, да? По-человечески. Это, главное, Бог помиловал, да, знаете ли, не укусила, ты гадость нас. Но, вот, с другой стороны, я так рассуждал потом, представьте, каково было вот этим евреям оказаться, вышедшим из рабства, да, оказаться в змеином этом месте, где их жабили, их детей, их жен. И вдруг пастор кричит им, Моисей кричит им, смотрите не на этих змей, а смотрите на медного змея. Смотрите на изображенного змея из меди. Каково это было, перебороть себя, боль, отчаяние, там, значит, там, боль жены, детей, и вдруг, и смотреть на этого медного змея. Наверное, картина была потрясающая. Сколько там, 2-3 миллиона человек, да? Ну, примерно до 3 миллионов, можно предполагать, во время Великого Исхода было. Огромная толпа людей, народу немерено стоит, и все взирают на медного змея. Потрясающая картина, апокалиптическая картина. Змеи шипят, пытаются жалить, хоть бы что, кусай, не кусайте, химреев, ничкот не повод. Как спустя вода. А почему? Потому что они взирают на медного змея. И они были исцелены, они были освобождены. Поэтому выход какой сегодня для христианина? У жаленого взирать на Иисуса Христа. Аминь. Выход какой для семьи, ужаленной, взирать на Иисуса Христа. Выход какой для конфессии, поместной церкви, ужаленной, взирать на Иисуса Христа. Тогда язмийный уходит. Тогда приходит исцеление. Только лишь тогда. И тогда еще есть общение, наша трапеза с нашим Господом Иисусом Христом. Тогда мы есть хлеб один. Аминь. Слава Господу. Да, друзья. И я прошу ваших молитв, конечно, за наше братство, вот реформатовское православное братство. Я надеюсь, послужу еще не раз Рязани семинарами по истории христианства. Я очень хочу послужить вам. Для меня честь послужить Рязани, жителям города Рязани. И когда-то в своем прежнем христианстве я служил здесь. И, ну, скажу так, конечно, мне что-то касалось. Конечно, я не могу говорить, что все было плохо. Но, к сожалению, во многих вещах, в которых я был уверен тогда, что я служил Богу, как выяснилось впоследствии, я служил дьяволу. Сам того не понимая. Был вообще не с бесами. Вот, но выход для меня был в 96-м. Какой? Вот, прописная истина. Библия. Некоторые говорят мне, вот как вы дошли до жизни такой? Что с вами произошло? Что у вас случилось, если одним словом это Библия? Можно сказать так, слово Божье. То есть, настолько она меняет, вот эта книга. Ну, конечно, важно быть готовым к переменам. Важно быть готовым к таким внутренним изменениям и к шагам определенным. Я благодарю Богу за мою жену, которая меня поддержала тогда, в трудную минуту, в 96-м году. Потому что, если бы жена не поддержала, я не знаю, хватило ли бы у меня духу, знаете ли, выйти из конфессии, из структуры самой традиционной православной церкви. Я не уверен теперь уже. Вот теперь уже, повзрослев, поумнев, я зряюсь назад, я думаю, нет, не знаю уже, смог ли я бы, или не смог бы тогда. Очень много в жизни нашей от таких мелочей зависит, знаете ли? Очень много. От таких мелочей, казалось бы, зависит. Но, слава Богу, что моя жена меня поддержала в эту трудную минуту. А минута была очень трудная. Именно внутренно трудная минута. Но Божье слово написано так, в Божьем слове. Иоанна 8, 32. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. То есть, если мы познаем истину, истина нас освобождает. Конечно, Бог творит чудеса. И в христианстве, в моем христианстве, и в традиционном православии, и после выхода из традиционного православия, Бог совершил много чудес. Благодарю Богу за все эти чудеса. Но хочется, чтобы вера была Божья действительно. Не просто в чудесах и знамениях, а именно в Божьей вере. Потому что, ну опять-таки, чего грех оттоить? То есть, даже Господь говорил об этом. Что однажды многие скажут в тот день, не имя или не твоим, а многие чудеса творили. Но вопрос стоял такой. Я не знал вас, Иисус говорил. Не дай Божьем. Самое важное, знать Господа, и чтобы Он знал нас. Самое важное. И Иисус однажды сказал, одному из учителей Израиля, сказал такие слова. Если не родишься свыше, не увидишь Царства Божьего. И когда, если Бог на сердце положит молиться за православие, за православных церков, а здесь из Березанской области и вообще по региону, очень много людей себя именно православными называют и ассоциируют себя с православием. Вы знаете, в первую очередь о рождении свыше, о спасении. Первую очередь. Потому что, к сожалению, подавляющее большинство, подавляющее большинство даже священников, не говоря уже про прихожан наших храмов православных, не пережило то, что называется именно рождением свыше. А без этого, как бы, каким бы не было человеком хорошим, положительным, добрым, душевным, бесовским. Общение с бесами, как бы, лишь. Вот, но чтобы было общение с Богом и с Духом Святым, родиться свыше и взирать на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа. Ответ очень простой. Рецепт реформации, на самом деле, очень простой. До гениальности простой. И сам, и Иисус Христос. И ни в коем другом нет спасения. Сегодня я это четко осознаю. Благодарю Бога, что сегодня утром, хотя сегодня ночью там, вот, в молитве было, тоже зарезали, но, вы знаете, к чему я это сказал? К тому, что сегодня ночью я не думал, знаете ли, кому я буду молиться, а кому я еще помолюсь, кому я еще помолюсь. Для меня не было вопросов. Вчера не было вопросов, кому я буду молиться. Я знал, кому я буду молиться. И завтра я знаю, кому я буду молиться. Это мой Господь Иисус Христос, мой Небесный Отец, я прекрасно знаю к вам, я буду вращаться. Я не ломаю голову на вопросах. И хочется, чтобы миллионы людей сегодня очнулись от многовекового дурмана. И, конечно, Рязани это еще и особое место тоже, не только в моей личной жизни христианской. Вообще, здесь в конце 19 века был митрополит Комбилетий Рязанский. Он святой официально в православной церкви сегодня. Его мощи выставляются в Рязани на поклонение. Я прошлый раз заходил в собор, даже сделал пару фото. Люди его мощами преклоняются. Но это, знаете ли, инквизитор, торквемада православный. Человек, на совести которого тысячи и тысячи людей убитых, бурят и других народов, малых народов Забайкалья. И, будучи Рязанским митрополитом, в конце 19 века он был автором, именно он был автором первого в истории человечества, по сути, проекта концлагерей для ликвидации, значит, шнудобаптизма, евангельского христианства и, по сути, еврейского населения. Потому что еще в конце 19 столетия это все разрабатывалось. И на Казани, в Казанском соборе, на соборе в Казани, на съезде духовенства в городе Казани в 1897 году официально приняли его, вот этот проект. И притом Мельгунов в своей книге «Церковь и государство. Переходное время» и в других книгах отмечается. И в изданиях того времени, журнал «Гражданин», допустим, отмечает того времени, монархический журнал, реакционный журнал, отмечает, что на съезде духовенства в этом не нашлось даже одного священнослужителя, который хотя бы не сдержался в голосовании. Проект был принят едино глаз ног. Шла речь о ликвидации, значит, ну, ни одного миллиона человек, ну, сотни тысяч должны были быть арестованы буквально сразу же. И отправлены в Заполярье, в эти концлагеря. Было продумано все, но чисто случайно, будем так говорить, хотя ничего не случайного. В этом был промысел Божий, что проект этот не был подписан высочайше. То есть Николай II, тогда еще только ставший императором, не подписал этот проект, значит, не потому что он симпатизировал христианам, евангельским или евреям, нет. Но так сложились обстоятельства политические такие, религиозные. И проект в архив, и уже через 21 год, получается, значит, этот проект был поднят из архива. Потому что СССР уже, или, а нет, еще не было официально СССР, еще не было. Но уже были коммунисты власти, значит, в связи с Лениным, с обнарком, бронемистово-советское такое. Еще в первом году, в связи с Советской власти, издало закон, первую в истории человечества, закон о констагерях. Так называемый декрет Ленин на оконстагерях для ликвидации классового противника. То есть шла речь о том, что будут ликвидированы целые классы общества. То есть вина людей была не в том, что они совершили какие-то преступления, уголовные или политические, а просто они родились не в том классе общества. И согласно социальному дарвинизму, они подходили под категорию будущего. И селекционеры кремлевские просто решили эти классы общества ликвидировать физически, полностью искоренить, чтобы будущее поколение уже было незнакомо совершенно с этими классами общества. Совершенно. И это было ужасное время, когда миллионы людей были просто убиты коммунистами в этих констагерях. Хотя при Ленин это были первые касточки, потому что сам ГУЛАТ вырос уже при Сталине в 30-е годы. 30-е, 40-е годы и даже 50-е еще начало. До самой смерти Сталина продолжался этот ужас. Но коммунистов нечего обвинять в этом, знаете ли, надо каяться в них, а я знаю, что это не просто так коммунизм пришел на нашу землю, не просто так призыв, бродивший по Европе, нашел у нас пристанище, не просто так он зашел сюда, не просто так он остался здесь, не просто так. И основная вина, я считаю, не на коммунистов, не на ком-то еще, а на нас, христианах, на православных, в первую очередь христианах, конечно. Вот основная вина лежит. И тем более, что этот изверг душегуб, согласно изданию Академии наук СССР, еще Бурятской СССР, значит, документы были изданы в 70-е годы, и, да, еще 70-е годы были. И были изданы материалы, однозначно доказывающие, что именно вот этот Милитий Рязанский, его миссионеры давали команду о расстрелах мирного населения Бурятского и других народов за Байкалье, лишь вся вина была и в том, что они отказывались принимать священников на свою территорию, отказывались креститься, обращаться в православие. Вот, значит, либо православие, либо смерть. Вот такой был вердикт. И Орловские, и Брянские карательные батальоны стреляли прямой наводкой по мирным селам, значит, и потом отрывали из зеленого когонь по простым людям мирным, лишь за то, что они отказались принимать миссионеров на свою территорию и креститься в православии. Вот, но этот Милитий, можно покаяться, перед смертью не знаю, конечно. Один поближе Бог знает теперь это все. Но, по крайней мере, то, что он сделал, он открыл ящик Пандоры, который нельзя было покрывать. И, господа, представляете, Рязань имеет, даже духовный, имеет очень особый статус, очень особую роль, очень особую роль, очень важную роль. И сегодня хочется, чтобы Господь на этой земле, Он изливал свою любовь, чтобы вот эти раны, причиненные, знаете ли, в прежних поколениях, кровь пролитая, чтобы вопиющие к Богу, с нее обнощение, знаете ли, но есть кровь Иисуса Христа, которая громче, чем кровь всех небе на жертвах. Эта кровь, она вопиет к Богу еще громче намного. Потому что Иисус обошел в небесное святое святых со своей брыгатой кровью. И за нас ходатайся оттуда, слава Богу. И Он за Рязань ходатайствует, это однозначно. И Господь, я уверен, Он хочет благоставить Рязань и Рязанскую область. И пусть Рязань будет известна не просто, как Рязань, как пузо или как еще называют, по-разному, да? А Рязань Христова, Рязань христианская. Вот, и пусть сегодня не как там пузо косят топорами или чем-то еще, а пусть пузо косят Библиями, знаете, чтобы у Рязани каждого была Библия, чтобы Слово Божье было, как минимум, в печатном формате, но чтобы максимум, чтобы оно было еще и в душе, в сердце и в жизни. Слава Иисусу! И пусть Бог благословит нас. Отец, я благодарю Тебя за этот день. И прошу Тебя за Рязань, прошу Тебя за Рязанскую область. И прошу Тебя, Господь, всемогущий Отец, за всех христиан в городе Рязани, разных конфессий верующих. Боже всемогущий, особенно за правоставленных христиан. Господь, и как Ты, Боже, открыл мне глаза, и открыл мне Слово Свое, и Слово Твое меня освободило. Я прошу Тебя, Господь, соверши это чудо, и еще большее чудо, соверши в судьбах сотен и тысяч моих коллег. Господь Святой, благослови. Пусть, Господь, священники прозреют. И пусть не слепые ведут слепых в Преисподне, но пусть прозревшие ведут прозревших в Твое Царство. Во имя Иисуса Христа. Отец, я прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса. Пусть, Господь, миллионы людей пробудятся к жизни вечной по всей Руси. Во имя Иисуса Христа. И здесь, в Рязани. Отец, я прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса. Пусть, Господь, пробудятся от смертного сна. Родятся свыше души людские, Господь. И напоминающие о Тебе, Господь. Да не умолкаю в этом городе, Господь. Пусть сеется Слово Твое в этом городе, Господь. На улицах и площадях этого города, Господь. Боже, в транспорте, Господь, Боже, на улицах. Боже, пусть звучит Слово Твое. И пусть люди, Господь Твои, Боже, не стесняются Твоего святого имени, Господь. Во имя Иисуса Христа. Потому что Ты говорил, кто не просто дится меня в этом роде прелебодит, в огрешенном того. И я не послужу в Царство Твое. Господь, Смогущий, Смогущий Отец, я прошу Тебя о милости, Боже, о благодати для людей Твоих. Для тех, кто уже возрожден, Боже, прошу, дай Господь свободу от всякого страха. От всякого страха, что обходуют у нас другие люди. От страха мы не так как-то с сектантом каким-то, чужаком, другим человеком. Боже, Смогущий, пусть этот комплекс сектантов, он уйдет из нашего сознания, подсознания во имя Иисуса Христа. Боже, мы на родной земле, которая Твоя, Господь, которая Твоя, Иисус Христос, за которую Ты пронял свою кровь святую. Отец, я прошу Тебя, Господь, Боже, пусть множество людей здесь, Господь, и присутствующих, и сейчас отсутствующих здесь, Боже, но любящих Тебя и знающих Тебя, Господь, не постыняться Тебя никогда. И когда они придут на небеса, Боже, ты не отвернешься в сторону, ты скажешь, это мой добрый и верный раб, это не лукавый, это добрый, это порядочный, это мой, и я его знаю, и я его знаю, и я его ценю. Господь, Боже, благослови, Боже, и пусть люди Твои, Господь, Боже, они будут вдохновлены Тобою, Господь, Боже, и пусть, Господь, имена этих людей, Боже, будут звучать чаще и чаще на небесах, на удивление всем ангелам и небожителям, на страх и трепе всем демонам, во имя Иисуса Христа, благослови, Господь, и как водами, напомни нашу землю, Господь, Богопознанием, Боговедением, аминь, аминь. Присядьте, пожалуйста, во судьбе, братья, сестры. И знаете, все гениально просто. И если вы хотите, чтобы ваше имя сегодня, прямо сегодня, какое сегодня число у нас, 18 мая? 18 мая. Чтобы сегодняшним числом, 18 мая, там, на небесах, ваше имя, оно прозвучало на радость всем небожителям, на радость и удивление всем ангелам, и на страх, и зависть, и трепет всех бесов. Для этого не нужно звезды с неба срывать. Для этого не нужно из кожи вылезать, вот что-то делать, сверхъестественное. Вполне достаточно, очень простого. При людьми Иисуса Христа, своим Спасителем, истом ведут. При людьми скажите, что Иисус есть Господь, что Иисус есть Христос, Он есть Спаситель. И когда вы это говорите перед людьми, то небеса, они реагируют. И сам Господь, ваше имя, Он провосторшает. Я вам убежден. Если вы хотите, чтобы вас там знали, и не только Господь, но уже ожидали вас, тысячи и тысяч небожителей, каждый день говорите людям об Иисусе Христе. И поверьте, ваше имя будет там памятно, ваше имя будет известно. Вы даже не ожидаете, каким образом, но я думаю, что для многих из нас это будет полной неожиданностью. Представьте себе, на земле совершенно, может, неизвестный человек, да, в христианских кругах, малоизвестный гражданин, допустим, совсем, да, но на небесах очень известный. И наоборот, порой здесь, может быть, это имя себе сделавший, да, на земле, а на небесах очень малоизвестный. Пусть Господь благословит вас и всех нас, и пусть в Рязани, на улицах этого города звучит имя Иисуса Христа. Звучит имя нашего Спасителя, Спасителя Рязани, Спасителя Рязанской земли, Спасителя всей Руси, Спасителя всей земли нашей. Слава Богу! И пусть Бог благословит вас и мое благословение на всех вас. Я благоставляю вас стихами благословения из Библии. Я очень люблю это благословение. Даже беру тоник, но сегодня я не взял, к сожалению, но хочу спеть это благословение на всех вас. Из Библии, из четвертой книги Боисеева, из чисел, шестая глава, где Господь говорит слова великого благословения. Я хочу спеть это благословение сейчас на вас и на вашу судьбу, на каждого из вас. И это удивительная судьба. У каждого верующего неповторимая судьба. Удивительнейшая судьба. И это благословение... Знаете, мудрецы древние говорили, еврейские, что эти слова, это благословение изменили мир. Я верю в это. Потому что когда Бог лицо свое обращает к этой земле, к человеку, не может остаться все как прежде. Не может. Все обречено на изменения. И если наш Отец, Он смотрит на нас и улыбается нам, как в одном из периодов сказано, то это хороший знак. И это благословение я хочу спеть тоже и на еврейском языке, и на русском языке. Еврейский имя выучил только за то, что им говорил сам Мессия. И не только потому. А еще потому, что слова этого благословения многие, как шалом, допустим, имеют до 70 значений на современном русском языке. То есть огромное количество благословений. И в этом благословении Бог хочет благословить нас всячески, со всех сторон. Там имеется в виду не только благословения духовные, там и душевно, и телесное благословение, и финансовое благословение, и в семье благословение. Там все, всех сфер касается благословения. И я хочу спеть это благословение на всех вас. Давайте встать, друзья. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.